Яркий пример применения интоксикантов в качестве оружия – эпоха опиумных войн. На рубеже 18-го и 19-го веков Британия не могла зайти на китайский рынок со своими товарами. Китайцев они не интересовали. А вот у британцев интерес к шелку, фарфору и другим товарам из Китая был огромный. На приобретение китайской продукции англичане вынуждены были тратить драгоценные металлы. Это их сильно не устраивало. И выход был найден. Британские дельцы начали вести в Китае нелегальную торговлю дешевым по себестоимости опиумом. В 1835 году опиум составлял уже три четверти всего импорта Китая. Страна все так же экспортировала востребованные на мировом рынке товары, а импортировала отраву. Опиум превратился в инструмент разграбления Поднебесной. Им отравлялись миллионы китайцев всех сословий. Среди солдат, служащих и офицеров это пагубное пристрастие было повальным явлением. Предательство и коррупция чиновников стали обыденностью. Китайский народ был деморализован. Естественно, что власти Китая пытались покончить с грабежом и уничтожением страны. Но две войны в 19 веке Китай проиграл. Империя потеряла территории, вынуждена была выплатить большие контрибуции и открыть свои порты для европейских торговцев. Опиумная эпидемия захлестнула Поднебесную с еще большей силой. Продолжение следует...